Минувшие выходные Конаковская ГРЭС распахнула свои двери для ежегодного масштабного мероприятия «Открытая станция». Посмотреть, как работает внутри предприятия, посетить увлекательные мастер-классы по экологии могли не только дети, но и взрослые. Какие новшества приготовили организаторы в этом году, выяснила наша съемочная группа. «Открытая станция» – это традиционное мероприятие, которое пользуется огромной популярностью у конаковцев. В этом году по традиции около ГРЭС развернулась развлекательная площадка для посетителей всех возрастов. Открытие праздника началось с тупительного слова директора филиала Виктора Тупицына, в котором он поблагодарил всех собравшихся и пожелал хорошего праздника. Пришли поздравить энергетиков и представителей городской администрации. Позвольте мне от лица главы города Максима Валерия Викторовича, депутатов Совета депутатов города Конаково, городской администрации поздравить вас еще раз с этим замечательным праздником. Ставшим уже традиционным. Поблагодарить руководство ГРЭС, которое изыскивает ежегодную возможность проводить такие масштабные и хорошие мероприятия. Здоровья вам всем! Успехов во всех ваших начинаниях! Каждый год Конаковскую ГРЭС в рамках мероприятия «Открытая станция» посещает жители не только Твери и Конакова, но и также гости из Москвы. По данным статистики, в этот раз на экскурсию на предприятие попали более трех тысяч человек, каждый из которых получил массу положительных эмоций. Вот за последние 25 лет первый раз попала сюда. Хорошее впечатление. Вот мы только сейчас с подружкой обсуждали, что она говорит, что я последний раз завод видела в таком у себя в Балашихе, в очень ужасном состоянии. И здесь это просто новые корпуса, чисто современные. И хорошо, хорошее мнение. Рады, что вот такие праздники еще проходят. Мне на ГРЭС больше всего понравилось. Там экскурсия по самому ГРЭС, когда мы там ходили, там как бы. Там вообще здорово было. Нам очень понравилось? Да, да. Там еще в основной части тоже было здорово вообще-то. Все понравилось. Ну как понравилось? Просто надо было узнать, что и как здесь. В то время, пока малыши прыгали на батуте, другие наслаждались бесплатно мороженым. Дети постарше участвовали в экологических конкурсах и с большим энтузиазмом во все цвета радуги раскрашивали картонные машины. На память об этом замечательном дне все желающие могли сделать себе уникальную монетку с эмблемой ГРЭС. Всего пару оборотов и на выходе получается вот такая уникальная монетка. Однако и на этом развлекательная программа для юных конаковцев не закончилась. Для всех собравшихся на сцене на протяжении всего дня выступали творческие коллективы. Одной из главных тем праздника стал год экологии. Так, например, было организовано несколько зон, в одной из которых все желающие могли попрактиковаться в мастерстве плетения различных венков из живых цветков. Не менее популярным стал и необычный мастер-класс по созданию эко-букетов, где в качестве основных элементов выступали не простые цветы, а овощи и фрукты. Самое сложное в такой работе научиться правильно сочетать продукты, особенно в больших композициях. Мой взгляд, конечно, лучше такие букеты, потому что их можно использовать, можно скушать или просто поставить, чтобы они радовали ваш глаз. Сейчас, может быть, молодежь не удивит с таким букетом, но старшее поколение в восторге просто, потому что у меня все бабушки постоянно просят на каждый юбилей сделать такой букет. В этот день на лицах детей и взрослых не сходили у улыбки до самого вечера. А это верный признак того, что мероприятие понравилось каждому горожанину. Продолжение следует...